От снегопада до формирования городского бюджета в программе у Андрея Калачинского один гость-редкость. Сегодня им стала депутат городской думы Наталья Войновская. Поэтому разговор сразу на многие темы. Наталья Войновская, депутат думы Владивостока, председатель комитета по городскому хозяйству. С 2008 по 2011 год занимала должность первого заместителя главы Владивостока. В 2012 году возглавила муниципальную школу-управдом. За пять для отработы школы ее слушателями стали более 13 тысяч горожан. С проблемами городского хозяйства Наталья Войновская знакома не понаслышке. Вот и сегодня первой и центральной темой для разговора с Андреем Калачинским стал снегопад 17 ноября. Как городу в будущем избежать коллапса на дорогах будут обсуждать на заседаниях сразу двух комитетов по городскому хозяйству и местному самоуправлению. Пригласят на эти заседания специалистов из мэрии, а также представителей ГИБДД и работников муниципальных предприятий, которые отвечают за уборку снега. Безусловно, мы ставим своей основной задачей не разбор полетов, потому что он уже на всех уровнях состоялся, в том числе и с нашим участием. Мы ставим своей задачей послушать, понять, как выстроена сейчас система уборки снега, для того, чтобы не повторился тот коллапс, который произошел 17 ноября. Претензии к работе снегоупорочной техники не совсем обоснованы, считает Наталья Войновская. Всего город обслуживают 93 машины. Поделено это количество на все пять районов. Чаще всего жители жалуются, что этой техники не видно, но это именно потому, что машины рассредоточены по городу. Сегодня принято решение, что в каждом районе Владивостока на прямой связи с ГИБДД будет работать мобильная группа. Это поможет избежать заторов из-за аварий. Была недостаточная связь между техникой и машинами ГАИ, ГИБДД, потому что аварию растащить может ГИБДД, а они порой доехать не могли до этой аварии. Еще одной темой для разговора стала работа муниципальных предприятий ВПЭС и спецзавод. ВПЭС это отопительный сезон, который сегодня в городе проходит без сбоев. В каждой квартире Владивостока есть тепло, рассказала Наталья Войновская. На сегодняшний день проблем нет. Жалоб нет. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Те узкие места, как топливо у них на пять дней, это все решается на уровне организации. Они продолжают работать во всех домах, в институтах тепло. А вот спецзавод номер один – уязвимое место на карте Владивостока. Жалобы жителей соседних домов на черный дым и неприятный запах – следствие устаревшего оборудования, которое работает со времен постройки завода. Сегодня здесь устанавливают новые очистные фильтры. И жалоб от людей стало гораздо меньше, отметила Наталья Войновская. Кроме того, подчеркнула депутат спецзавод номер один – единственное предприятие Владивостока, которое осуществляет утилизацию твердых бытовых отходов, как от жилищного фонда, так и от предприятий. Заключительной темой разговора стал городской бюджет на следующий год. Он по-прежнему остается социально ориентированным, отметила Наталья Войновская и составляет 12 миллиардов рублей. Направлен он на обеспечение существующих программ. Изнова в 2018 году запланирован ремонт стадионов «Авангард» и «Строитель», а также строительство крытого спортивного зала возле школы номер 6 на Игершельде. Бюджет сохранения, то есть он сохраняет существующие программы, кое-что введено новое, но в целом это бюджет сохранения. То есть это замораживает текущую ситуацию города. Мы с ним развиваться не сможем, говоря по-простому. Да, дает деньги на текущую ситуацию за некоторыми исключениями. Завершая разговор, Андрей Калачинский отметил, что сегодня Владивосток как будто находится в состоянии стагнации. И начинать перемены к лучшему необходимо с малого. Например, не допустить очередную катастрофу из-за непогоды. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.